Далее, следующий также важный вопрос. Говорит, если человек передал другому определенную сумму денег и разрешил им общим разрешением торговать на эти деньги. Говорит, торгуй на эти деньги и ту прибыль, которую ты получишь, будем делить на двоих в таких-то процентах соотношения. Говорит, может ли вот это вот общее разрешение на торговлю предполагать то, что рабочий будет продавать кому-то товары со срочкой платежа или не может? Это понятно или нет? Говорит, заобожима, то есть, допустим, на эти деньги он пошел и купил, допустим, организовал магазин и забил его товаром, например, компьютерной техникой. И затем начал продавать эту технику в рассрочку на 10 месяцев, на год и тому подобное. Разрешено это делать или нет? Почему этот вопрос возник? Потому что в этом есть определенный риск. То есть, если человек продается срочка платежа, возможно, этот, который будет расплачиваться, затем, вот с этой отрочкой, возможно, не расплатится в итоге. Убежит, пропадет и тому подобное. Понятно или нет? И, возможно, люди не смогут найти этого покупателя после этого. То есть, в этом есть определенный риск для денег, хозяина денег. Говорит, заобожима, минагли, льв, и ля аннау, лей салаву, ля, лей салаву, залика. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение целой группы ученых, которые считают, что рабочий не имеет права такого делать. Если ему разрешили торговать, то он должен покупать товар и продавать его за наличные, что называется, без отсрочек и без рассрочек. Говорит, это мнение имама Малика, а также шафия, а также имама Ахмада, в одну взрывает от него. Это потому, что рабочий должен производить только такие действия, которые действительно являются выгодными, наиболее выгодными. И которые являются наиболее безопасными для имущества второго партнера. А если он будет продавать со срочкой или с рассрочкой платежа, то это вредит имуществу. То есть приносит ему опасность, то что люди не расплатятся в итоге. И второе мнение в этом вопросе, это мнение также некоторых из обладателей знания Лаузалика, которые сказали, что он может это делать. Потому что конкретного запрета от хозяина денег на это не было. Хозяин денег не сказал ему, не продавай в рассрочку или с рассрочкой, продавай только за наличные. А просто дал ему деньги и сказал, торгуй на эти деньги. Говорит, это мнение имама Ахмада, в одну взрывает от него. Также мнение некоторых ханбалитов. Почему? Потому что сказали, если человек разрешил другому торговать на его деньги, то это возвращается к обычаям людей. А продавать в рассрочку и со срочкой это тоже из обычаев торговли. Так или нет? То есть известно два вида торговли. Либо за наличные, либо с рассрочкой платежа. Это и то, и то является широко распространенным среди людей. А также потому что этим самым человек хочет заработать. Большую сумму денег. А когда человек продает в рассрочку, доход бывает большим, чем за наличные. Правильно или нет? То есть допустим, если я продаю компьютер, ко мне приходит покупатель. Сколько стоит компьютер? Я говорю, если ты покупаешь его за наличные, то он стоит 20 тысяч. Если покупаешь со срочкой платежа, он стоит 25 тысяч. Допустим на 10 месяцев. Разрешено такое или нет? Мы говорим, такое разрешено. Видишь, в итоге получается что? В итоге получается доход и прибыль в процессе торговли в рассрочку или со срочкой платежа больше, чем если бы он торговал за наличные. Поэтому, говорит, это является разрешенным. Второе мнение в данном вопросе является более правильным. То есть то, что это является разрешенным. Кроме как, если товар продается со срочкой платежа человеку, который известен своим затягиванием расплат. То есть известен среди людей, что он долго расплачивается или вообще не расплачивается, или теряется потом и тому подобное. Понятно или нет? Муматер. Кто такой муматер? Который должен отдать долг, но его не отдает, не отдает, затягивает с долгом на месяц, на два, на год, на два года и тому подобное. Так что деньги из него вытащить тяжело. Такому человеку, говорит, не разрешается, рабочий не имеет права продавать с рассрочкой или со срочкой. Но должен взять у него наличные и отдать ему товар. Говорит, Поэтому, говорит, если рабочий такое допустил, без прямого разрешения на это от хозяина денег, то, говорит, он должен будет нести ответственность за это. То есть если тот пропадет или не отдаст деньги в рассрочку, в итоге не расплатится, тогда расплачиваться должен будет сам рабочий. Танбих говорит примечание. Говорит, в этом нашем вопросе, если хозяин денег, сказал рабочему, работай так, как считаешь нужным. Или как хочешь. То есть делай с этими деньгами что хочешь, торгуй как хочешь. То в этом случае ханбалиты разрешили продавать с рассрочкой платежа, а имам Шафи даже в этом случае это запретил. Значит, окончательное мнение в этом вопросе какое? То, что если было дано общее разрешение от хозяина денег рабочему торговать на те деньги, которые он ему передал, то рабочий имеет право продавать товары во что? В рассрочку. И со срочкой платежа. Если считает это наиболее выгодным в данном случае. Кроме как с одним условием, не должен продавать таким видом торговли тому, который известен своей нерасплатой. И то, что он затягивает, с чем с отдаванием долгов и с расплатой относительно своих долгов. Далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok